Так, теперь... Абрикосы посажены косточками. Сейчас я вам покажу. Извините, отвлекся. Извините, кушать хочется. Ну, я ем всего полтора раза в день. Не три, но все равно. Я вам показывал, но не то. Я вам показывал белые косточки, которые вначале, ой, хотим-хотим, а теперь я отказал, а теперь уже некому продать. Вот это. Дальше смотрите. Банчурский патриарх. Видели? Предпоследняя банка. Одна банка еще стоит. Там, в этом погребе. Вот он как выглядит. Это настоящее из-под... А помните фотографии, где Андрей собирал там? Почему мне так мало? Правильно, потому что Сергеев согласовался. Это ему по двое. У них вырастет не все. Часть оставят до следующего года. А вдруг, а урожаи такие сумасшедшие бывают? Не каждый год. А в следующий год я не делюсь, а все деревья пустые. Как? Развиваются нормально, закладывают почки, потом бах! Заморозок во время светения. Все, нету. Дерево отдыхает. Ему ничего не будет. Замерзут цветочные почки. А дерево отдыхает. Идем дальше. Что мы видим? Априкос Сихотолийский. Это самая загадочная вещь. Видите? Вот он. Те самые, что я говорил. Сихотолийский город. Но! Считается Сихотолийский город. Но они... Ой, где же у меня эта фотография? Ёлки-маталки. Я сейчас не найду её. Вы какие красивые, да? Не крупные, но красивые. А я же её и не успел. Как раз Селена Александровна, где-то эта фотография была. Всё. Хотелось удивить, что бывает. Тут же набросились на них. На абрикос Сихотолийский. Но фотография впечатляющая. Не только из-за красивой девушки. Так, дальше. Черёмушки. Пианист. Чем они отличаются? Вот смотрите. Когда вспоминаем эту историю. Историю. Да, кстати. Это крупноплодный. Вот. Этот. Королевский. Когда, значит, мы разговаривали про манитобу, я сказал, придётся возвращать ей эти самые качества. Рядом-то с ней кто? Мачула рис. Огромное дерево. Видели? Плоды рядом. Баллы лежали вместе. Приходилось отбирать. Кстати, Николай, это Николаевич, всё по-честному. И отбирал этот самый Андрей. И собирал Юля. Просто я оказался самый несведомым. Несведомый. Нет, несведомый. Несведомый. И вот получается, что там-то при дисселекционной работе опять манитобу возвращать её качество. А здесь-то пять деревьев. Рядом не то, что ни одного Николя. Даже просто плебея нет. Даже средний круг. Все роскошные. Академики. Королевские. Позже Филиппева. Вот. И вот это вот всё. В данном случае Королевский. Вы представляете? И вот эта баночка. А я специально говорю. Пианиста. И никому не надо. Почему? Потому что каталоги нету. А после каждого вебинара я жду. Ну, сейчас хотя бы два-три заказа. Почки пианиста. Кто-то 20 закажет. Я заработаю 500 лет. Хреном. То есть мне. Мне хрен. Так. Идём дальше. Паина. Посточки крупные. Отборные. Вот. Но Паина тройной гибрид. Что из неё вырастет? Я сам не знаю. Но. Это для настоящих исследователей. Это для будущих студентов. Для будущих академиков. Они с этого могут такие шедевры создать. Это готовое. Это как уже кто-то рядом с Запорожьем. Помните? Нам талоны на Орещану давали. На Запорожец талоны давали. Это лучшим из лучших. Когда весь мир ездил на Маздах, Тойотах и этих. И Мерседесах. И вот это рядом с этими самыми примерами. Настоящих войн. И с этого момента. Это уже только следующий шаг делают. Вот. Вот это я особо горжусь. Я думаю, сейчас полтора сека записывает это всё. Вот. Смотрим дальше. Королевский Чернобаева. Вы уже догадались. Ещё один седевр. Вот. Ладно. Дальше. Королевский Академик. Вот это вот. У меня смесь. Это моё. Вот. Как получилось? Два дерева растут рядом. Между ними два метра. Сыпал и всё до кучи. Разделить невозможно. А в данном случае, если посадить эту смесь. Бай плюс Королевский. То есть, примерно 50 на 50. Что? От этого у кого-то будет? Есть такое выражение. Вот. Ещё. Ещё не всё показал. Я жадный. Вот. Ага. Козье Филиппео. Внимание. Вот он. Вот то самое. Из того сада, который... О, ещё уже устал разговаривать. Короче, поздний Филиппео. Это поздний. Это 100-граммовые плоды. Вот. Если бы повторить на телеское качество, это тоже седевр. А если не повторить, может родиться ещё другое. У меня ж тоже, может быть, папа неизвестный кто. А это кто такой? А куда делаешь это? Твоё, что ли? Попробую угадать. Это то, что я называю ассортик. Смотрите. Вот это вот, когда для самых отчаянных людей, которые говорят, оказывается, среди нас их большой процент. Знаете, как говорят? Да плевать я хотел на ваше название. Я хочу знать, что вырастет. А ещё большая группа. Казалось, и большинство. Я не хочу знать, что вырастет. Это мои чистые железовцы. Я не хочу знать. Пусть вырастет, а тогда я не узнаю. Вот. Поняли? Вот это и есть наши люди. Другое дело, что я красиво расскажу. Я завтра проснусь, у меня будет один, но всё, два заказа. А, или как в последний раз, ни одного. Ну, расскажу я красиво. Так, всё, друзья. Рекламу закончили. Но это не простая реклама. Это очень важная реклама. Давайте идём дальше. Народами ещё не становится. Это здорово. Так. Галина Подольская. Расскажите, как сохранить черенки в условиях городской квартиры до весны. В прошлом году мне знакомый прислал черенки в холодильнике попрели. А если на балконе, на морозе хранить. Сейчас у меня на балконе, балкон у меня застеклённый, у меня сейчас стабильно, минус пять, а когда были за минус тридцать, там было минус десять. Что я сделал? Я собрал все эти старые пальто, старые, как их называть, старое одеяло, всё старое, полностью закутал в десять шкур. Те самые черенки, которые вам продают. Многолетний опыт. Там, внутри вот этого вот огромного количества отрепок сохранение при минус пять, десять, стопроцентное. Они и так бы не помёрзли, но здесь в данном случае гарантия двести процентная. То есть, я надеюсь, что ваш балкон застеклён. А это значит, что уже там нет морозов большого. Второе, его можно чуть-чуть подогреть. Кто греет лампочкой, я так, в случае, я знаю. Вот. Кто-то, как я, приоткрывает ещё балконную дверь на палец. И у нас сейчас достаточно тепло из-за морозов. очень тепло в доме и немножечко тепла процента три я даю лоджии. И там получается, если на улице минус тридцать, то на лоджии у меня минус пять, минус восемь. Вот. И это пока от минус тридцать. А когда минус двадцать, там уже ноль. Вот всё, что я могу сказать. Раз у вас черники в холодильнике попрели. А чтобы попрели, в холодильнике пряди не нужны. В холодильнике, как правило, очень сухо. Если вы берёте эти же черники, если вы не мочите специально, не добавляете, тогда кто мокрые тряпки, кто заворачивает тряпки, кто заворачивает мокрые газеты. Много хитрецов, которые сами не хранили, но учили других. Вот. А просто черники, просто два-три мешка для мусора, мешки пропускают, полиэтиленовые мешки пропускают воздух и воду. И в холодильнике ваши не попреть должны были черники, а должны были высохнуть. А чтобы этого не случилось, два-три термитичные упаковки и да, в холодильнике. Но попреть не должны, если бы специально их не изгноили. Так. Улад, Нижний, Новгород. Так, а время то есть и по, ребята. Каталоги двуместного садовода нашел украинскую осеннюю грушу в Нижнем Новгороде. Нормально. Которая у него обозначена, как зимняя. Она растет, кроме другой груши, как он утверждает, великолепно хранится до февраля. Не оспаривая это, но если я чернок этой груши прием на сенец, деска груши, лесная груша, и будет расти дерево, то возникает следующий вопрос. Первое. А не будет ли она подмирать в средней полосе? Интересный вопрос. Крона сильнейший ментор. Какой же это ментор, если это, какой же ментор, если она подмирает по вашему мнению? Сохранит ли она кальций у зимней груши? Она же изначально осенней. Ваше мнение. Так. Вы примеры. Знаете, как вот одно за другое цепляется. Вспомните, людьми, вспомните, что пришла, как зимняя, вспомните, у меня вот чернобаева стала летняя, а потом вот чека опять стала зимняя. да, влияние ментора, влияние подвоем велико. Но как именно, мы не знаем. Теперь, это на второй вопрос. А теперь, будет ли подмирать в средней полосе? Это будет зависеть уже, знаете, от чего? Да, какой метр, да, в какой марацинке подвоем, и самое главное, какой процент биологической совместимости? 100% исключено, раз мы меняем подвой. Бывает так, должно выдерживать 40, подвой выдерживает 50, надо 40, приводит 30, 30 плюс 50, 80, пополам 40, должна. А если не биологическая совместимость, неполная, она вообще может не проснуться. Может, при минус 20 замерзнуть. Вопрос, какой будет типологическая совместимость, мы не знаем. Только метод тыка. Извините за текарный ответ.